Погорели на махинациях или строили будущее за чужой счет? В последнее время по рынку новостроек прокатилась волна банкротства застройщиков и мошенничества. Кроме того, изменились правила игры при регулировании долевого строительства. Эту тему обсудим в прямом эфире с нашими гостями в студии Евгений Кабанов, заместитель председателя Совета Министров Республики Крым. Татьяна Ксенофонтова, член правления Крымской гильдии риэлторов и Дмитрий Пляс, эксперт по недвижимости. Господа, действительно весьма такая однозначная с одной стороны ситуация получилась, а с другой стороны люди страдают. Буквально перед эфиром коллеги из службы новостей Крым-24 сообщили, что сегодня задержали господина Дубровицкого. Это как раз тот человек, который продавал квартиры в Ялте. Если не ошибаюсь, вчера был Кащенский. Кащенко, да. КСК. Задержан. Ну, Евгений, на этом череда задержаний прекратится или дальше будут принимать меры? Нет, у нас есть ряд объектов, по которым еще не принято решение о то или мере меры ответственности по застройщикам. Но проблемный регион это у нас Ялтинская зона, Алушинская зона, где выявлены уже нарушения и в том числе и по 214 ФСЗ. Сейчас по поручению главы республики разрабатывается дорожная карта и по каждому объекту будет принято то или иное решение по возможности достройки объекта, либо по возможности уделения каких-то компенсационных мероприятий, опять же, за бюджетные, либо в небюджетные источники. Сейчас глубоко мы обсуждаем этот вопрос. Но, к сожалению, да, Ялтинский регион в связи с привлекательностью инвестиционной прослужил приванкой для, скажем так, покупателей, которые не проверяли документы у застройщиков и для мошенников, для того, чтобы, скажем так, вести свои мошеннические действия именно от этого региона. Татьяна, действительно, наиболее сложная ситуация на сегодня сложилась в Южном регионе, Алушта, Ялта, именно там эти болевые точки. Вы, кстати, из Ялты приехали, наверняка знаете, что там происходит, тот же морской квартал. По сути, компания получила почти 200 миллионов рублей, и в итоге ничего там работы, даже конь не валялся. Вот почему Ялта-Алушта? Почему именно то место, где вы живете, стало очагом мошенничества? Я думаю, это самый привлекательный район Южный побережье. А столица Евпатория? Столица Евпатория нет. Все равно Южный берег Крыма всегда привлекателен. И когда с материка приезжают клиенты, и у них бюджет, допустим, от полутора миллиона до трех, они рассматривают все. И когда мы им говорим, что есть варианты от трех миллионов у таких более опытных, более надежных застройщиков, он говорит, ну а как же так, есть реклама, вот вы что тут, и за 800 тысяч можно купить, и за миллион можно купить. Но, к счастью, мы не работаем с такими застройщиками, прежде чем взять объект в работу. Конечно, мы сначала смотрим документы, какие имеются у застройщика, заключаем договор вообще к поведению бизнеса, и уже работаем с конкретным застройщиком. Дмитрий, ну вот чаще всего риэлтор ассоциируется с вторичным, наверное, все-таки жильем. С первичкой, насколько часто приходится сталкиваться? Ну, с первичкой сталкиваются риэлтор, в свою очередь, это с переуступкой, так как люди, которые инвестируют в недвижимость. Ну, я вот, допустим, покупатель, я пришел, говорю, вот хочу в новострою квартиру, найдете мне? Естественно. Вот в этом случае вы будете посредником между мной и застройщиком, правильно? Вы будете у него спрашивать какие-то документы, проверять там, или возьмите свою комиссию и будете давать? Само собой, безопасность покупателя, это первоочередное, над чем мы работаем, за что мы берем свои деньги. Помимо всего этого, мы предоставляем информацию не только о конкретном застройщике, а о всех застройщиках города, где интересует покупателя. И, естественно, мы предлагаем ему лучший вариант, то есть за те деньги и на те условия, которые он рассчитывает. К сожалению, не все такие агентства недвижимости у нас порядочные, как говорит коллега, агентства недвижимости, вот лаборатория недвижимости, да, которая продавала там порядка 20 объектов, не удосужилась проверить документы у ряда застройщиков. И на сегодняшний день мы имеем порядка 1400 обманутых людей, объекты брошены, объекты как бы стоят в разных стадиях готовности, там условно говорят, от котлована до каркаса, рассказывая про то, что все законно. Вот, да, такая супер цена, однокомнатная квартира в Ялте за миллион двести. Кстати, вы агентство вот назвали, это не реклама? Ну, я же не знаю, реклама, я просто называю, как она называется. Это реклама, нет, это... Евгений, ну, действительно, Ялта-Алушта, да, вот 42 проблемных дома, еще несколько, там, Евпатория, Судак, да, это стандартные, Феодосия есть. Всего от действий недобросовестных застройщиков пострадали там более полутора тысяч человек, да, если я не ошибаюсь? Ну, порядочное число. Сейчас ведется окончательно подсчет, мы сейчас, ну, мы изыскиваем возможность эти данные собрать. Для урегулирования вопросов застройки в Ялте-Алуште создали специальную группу, да, ее возглавил вице-премьер Евгений Кабанов, часом не вы. Вот, группа, наработки какие-то есть у нее? Нет, конечно, мы проанализировали все объекты. К сожалению, наши застройщики, нерадивые, так назовем, да, отказываются предоставлять информацию по данным физических лиц, поэтому мы сейчас, в республике у нас заканчивают разработку законопроект по поводу защиты граждан, участвующих в незаконном строительстве. Ведь мы не можем их назвать по закону обманутыми дольщиками, потому что эти все квартиры были проданы не в рамках 214-го ФЗ. Я призываю всех наших крымчан, гостей нашего полуострова, покупать исключительно квартиры в рамках 214-го федерального закона, где четко прописано, где и какие ответственности несет застройщик, какие гарантии несет государство. Вот эти все квартиры, полторы тысячи человек, причем самое-то обидное, что большинство, там, 80% этих людей, это не жители Республики Крым, а жители материковой части России, которые знали, что есть 214-й ФЗ, и что он работает с 2004-го года, это 214-й ФЗ. И в рамках него все на материке покупают квартиры, там вообще без вопросов, без вариантов. Но, к сожалению, повелись на, скажем так, на этот дешевый сыр. Привлекательной ценой. Да, и привлекательной ценой застройщики их убедили. На сегодняшний день мы составили список из объектов. Сейчас в частном порядке в рамках разрабатываемого законопроекта истребуем от каждого пострадавшего, назовем так, заявление в прокуратуру МВД. Это заявление ляжет в основу для того, чтобы мы включили его в республиканский реестр обманутых граждан. То есть, таким образом мы окончательно поймем, сколько этих людей. Но застройщики, к сожалению, наши нерадивые, так называемые, они не идут нам навстречу, говорят, что мы не можем вам эту информацию предоставить. Нас еще интересует объем денежных средств, которые они собрали с людей, дабы понять вообще масштаб разрушения этого процесса. 100 рублей, 100 миллионов или 100 миллиардов. Мы так по своим прикидкам считаем, что около миллиарда рублей было собрано вот этими мошенниками, так называемыми. Пускай суд уже скажет, кто они были. Но цифры гастрономические. Вы говорите, составить список лиц, сформировать перечень пострадавших и прочее. А по факту им помочь можно? Все-таки цифра колоссальная. Как людям вернуть свои деньги? Если в нашем законопроекте разрабатываем ряд мероприятий, которые, скажем так, мы будем использовать, это и, возможно, подчеркну, и федеральная субсидия, потому что сейчас рассматривается возможность выделения денег из федерации на достройку таких проблемных объектов в целом по России. Либо привлечение каких-либо сторонних инвесторов, либо, как бы, самый для нас лучший вариант, это что застройщики из нерадивых станут родимым, мы поможем им привести документы в соответствие, привести этажности в соответствие, получить технические условия, потому что по некоторым объектам, я вам там, как бы, диву даюсь, как бы, вот, приведу пример, Бочаров-Ручей, по-моему, один объект. Но если стоит готовый объект, там, на 90%, а водопровод у них из соседней речки. Кинут шланг, их застройщик кормит заторками, что завтра он все построит. Все вот эти проблемные объекты, да, глава республики говорил, что их нужно разделить, там, на три группы. В первую группу войдут, там, беспроблемные, по сути, да, во вторую группу, там, где можно решить. Ну, порядка семи объектов выявлено, которые мы сейчас будем пытаться вводить, вот, я думаю, в течение, там, нескольких месяцев мы их доведем. Евгений, ну, вот есть третья группа, да, это те объекты, по которым принимать решение об оформлении, в связи, там, серьезными нарушениями, просто невозможно. А что делать с ними? Будет принято за счет, скажем так, привлеченных средств Республики Крым, будет проведено техническое обследование нашим строительным институтом НАПЭКС, да, с профильными специалистами, именно республиканскими специалистами, чтобы не было, там, никаких, там, профанаций на тему этой технической экспертизы. И, в основном, только технической экспертизой будет принято окончательное решение, пойдет объект под снос, либо не пойдет объект под снос. Если объект не пойдет под снос, значит, он по одному из путей будет достроен. Если он пойдет под снос, ну, конечно, не хотелось бы, как бы, верить в то, что они, обманув людей, еще и строили некачество, но все может быть. Я от этих людей уже, от застройщиков, этих нерадивых, ничему уже не удивлюсь. То будем, конечно, изыскивать возможности его, либо переселения в другие муниципальные образования Республики Крым, либо каких-то, там, возможных компенсационных мероприятиях. А пока об этом говорить рано, потому что здесь завязано много процессов и земельных, и бюджетных процессов. Пока просто не хочу забегать вперед. Господа, я понимаю, что вы все вот как рыба в воде в этой отрасли. Я, допустим, как обычный обыватель, я тоже не всегда понимаю те нюансы, особенно учитывая, что законы о долевом строительстве на сегодня, они весьма динамично меняются, и очередные вот изменения были приняты. Мало кто уже понимает, какие правила действуют сегодня на рынке. Поэтому, конечно, обычным дольщикам, для того, чтобы разобраться, нужно приложить определенные усилия. Вот, Татьяна, если говорить о тех изменениях, которые вступают в силу в законе о долевом строительстве, насколько это обезопасит или же наоборот участников процесса? Ну, конечно, это обезопасит. В плане того, что сохранение финансовых средств. То есть сейчас закон предусматривает, что все средства пойдут не застройщику, а на эскроу счета. И застройщик будет брать... С 1 июля 2019 года. С 1 июля 2019 года. И застройщик будет или использовать свои собственные средства, или кредитоваться у специальных банков. Ну, вот сейчас людям, которые хотят приобрести, ну, поучаствуют, да? Ну, пока действует 214 заходов. И им лучше подождать того периода, когда откроют эти счета, или вот сейчас? Вы знаете, здесь есть нюансы, потому что, скорее всего, прогнозируется удорожание таких новостроек. Удорожание новостроек. Да, цены будут повышаться. Как, говорили, в Крыму скоро столько настроек, что там за миллион можно будет квартиру. Ну, когда, Евгений, можно будет в Крыму за миллион? В Крыму динамика по темпам жилищного строительства радует, действительно. Мы с каждым годом наращиваем темп вода, но объективно мы ставим себе план. Наш республиканский Минструй ставит в течение нескольких лет выйти на планку миллион квадратных метров. На сегодняшний день, ну, это всего жилье. Миллион за миллион, да? Уже рекламный слоган. Да, только вопрос чего? За счет каких застройщиков? Ну, вопрос даже не с каких застройщиков. Стройка, это же не просто там поставил башенный край и строй. На сегодняшний день, чтобы выйти на стройку, нужно полтора-два года заниматься подбором земельного участка, разработкой проектной документации. Мы на сегодняшний день уже разрабатываем несколько больших территорий под комплексное освоение, где будут учтены и садики, и школы, и больницы, и пожарное депо. То есть мы уходим в комплексное развитие. Это и в Симферополе такие участки мы сейчас подбираем, и в Паттории подбираем, и в Алуште подбираем такие участки. Ну, может быть, не в таких объемах, например, потому что, скажем так, в Симферополе есть за счет районов, куда надо начать двигаться. Это уходим в комплексную застройку. И вот мы смотрим на опыт других субъектов, только в комплексной застройке достигаются те целевые показатели по вводу метра. Поэтому мы в этом году ввели 650 тысяч квадратных метров жилья. Это как бы мы выполнили план. На следующий год у нас тоже есть трос. Поэтому мы в динамике. Дмитрий, продолжая тему, наверное, все-таки этого закона, да, о долевом участии. Вот там, учитывая, что средства будут поступать на эти счета дольщиков, да, а строить компания, по сути, будет за свой счет, да, либо за средства банка. В этом случае гарантия возврата этих средств, она существует для дольщиков? И какие механизмы в случае, если попались вот такого рода мошенники? Ну, естественно, это все регулируется законом. Вот, сейчас не готов сказать, как оно звучит, но в случае чего, естественно, страхуются, все стройки, они страхуются. И страховые компании в случае несоответствия сроков, либо каких-то других условий договора, будут возвращать. В этом случае страховка ложится на следующих обывателей. Смотрите, что произойдет с 1 июля 2019 года. То есть будет искроу счет, на который застройщик не имеет никакого доступа. Под этот искроу счет застройщик может либо построить объект за собственные ресурсы, за собственные оборудованные средства, либо обратиться в уполномоченный банк. У нас их на территории Крыма действует, к сожалению, только лишь два. Это РНКБ Банк России, который даст им целевой кредит под конкретный объект. В случае, например, если застройщик завтра банкротится, дольщик приходит в банк, пишет заявление и получает в течение условного какого-то установленного срока в договоре, эти деньги назад. То есть никаким образом он не теряет. Хорошо, но застройщик кредит подразумевает наличие процента. Застройщик подняет. То есть застройщик уже в этом случае проигрывает. Поэтому коллега говорит, что скорее всего пройдет удорожание, потому что застройщик скорее всего переложит стоимость денег на... На дольщину, то есть на покупателя. Ну, это как бы мы за скобками это оставляем, но понимаем, что... Ну, тогда я бы не сказал, что это прям хорошо для покупателя, учитывая там безопасность и средства, да. Тут вопрос, надо выбирать, либо безопасность, либо нешего. Либо дороже. Ну, может кто-то готов рискнуть. Все там игроки в отрасли понимают, что как бы это нововведение будет, скажем так, кардинальным. Но эти десятки тысяч любванутых людей по стране как бы довели ситуацию до того, что как бы нет доверия, скажем, игрокам этой отрасли. Я не говорю за всех игроков, да. Есть в любом случае какой-то процент мошенников, он, к сожалению, минимальный. Но эта ситуация, она не решает, не решается. Поэтому было принято решение нашим президентам, что вот давайте мы закончим, перейдем более на европейский метод, назовем это так, да. Завяжем с котловым методом, деньги с одного объекта перебрасывать за срочек на другой объект. Вот есть кредитные деньги, пожалуйста, стройте, платите. И тогда застройщики, дольщики будут... Гарантия будет 100%, что их деньги никуда не делаются, и банки им должны будут их вернуть. Дмитрий, ну, видите, действительно, здесь объективно показатель удорожания. С июля можно готовиться, а если говорить о тенденциях... Это не факт, ведь это подорожание, что... А вот грамотные люди говорят, они прям чувствуют. Ну, значит, надо компенсировать это, например, дополнительной ипотечной ставкой, условно, снизится процент по ипотечной ставке. У нас и так 10%. А должно быть 5%. Президент его показал до 5-6%. Да, ну, должно быть, но по факту ведь. Когда, кстати, снизится? Ну, до 2024 года мы должны выйти, по-моему, на ставку 5%. Президент у нас давал поручение в национальных, в майских указах, до 6%. С 2014 года динамику подорожания или, бог знает, может, наоборот, удешевение. Спрос на том же уровне, да, и ценовая политика? По первичке именно, если говорить. По первичке говорить, конечно же, произошло подорожание. Опять же, сложно ответить на вопрос, так как раньше люди покупали в эквиваленте гривна к доллару. Сегодня уже цены стабилизируются в рублях, и, естественно, стало это дороже. Но с учетом того, что у нас дорожает сегодня все, и если опять вернуться к тем же эквивалентам доллар-рубль, то за 1000 долларов раньше можно было жить очень хорошо. Но зарплату люди получают не в долларах, а в рублях. Я про это и говорю, да. То есть произошла какая-то такая тенденция удорожания не только о недвижимости, да, а в принципе. Поэтому тут сложно сказать. Естественно, все дорожает. С позиции риэлтора, да, почему в Краснодаре действительно реально купить за миллион, у нас здесь 2 200 меньше не подходи? Ну, во-первых, это уникальный климат, да, и все хотят быть и жить в Крыму. Я недавно была в Краснодарском крае. Почему? Джанкоя можно за миллион купить? Джанкоя можно, да. Но почему-то там не строят. Но в Краснодаре вы тоже не купите. Вы видите, там станция Казацкий стан, там 25 километров Краснодара. Тут надо же тоже выбирать. У нас и в Красногорде есть. Ну, у нас 2 200 тут на окраине столицы. Ну, так столицы. А в Ялте дороже. И в Паторе не дешевле, в принципе. Нет, в Паторе, в Одессе один из таких, наверное, с Пановостроем. Ну, сколько вот квадрат? 50 тысяч. Ну, 50, в Симферополе 60, да, условно? Ну, не везде 60. Ну, можно за миллион 250 тогда купить скворечник возле какого-нибудь университета, например. Сомневаюсь. Ну, реклама висела, я не знаю, может, это такие же застройщики. Ну, скорее всего, это самая дешевая квартира с видом в стену. Скорее всего, это такое бывает. Или акция на такие квартиры. Но я хотела вам сказать о том, что недавно была в Краснодарском крае, и такая тенденция идет, что даже те люди, которые покупают в Геленджике квартиры, в Сочи, они сейчас там продают и возвращаются сюда, и хотят здесь жить. А у нас в Ялте пока инфраструктура такая, что, ну, если брать, опять же, новостройки, это всего лишь несколько новостроек, из которых есть в статусе квартира, которые есть апартаменты. То есть вот этот момент перевода квартир из жилого, из нежилого, в жилое состояние. У нас вообще, вот я хочу задать вопрос, у нас будет какое-то движение в этом переводе. А скажите, пожалуйста, если мы начнем, не жилой, преджилой, а садики, школы, кто построит? Ну, я имею в виду, есть у нас жилые комплексы, например, на Таврической. Нет, вопрос, о чем мы можем говорить про апартаменты. Апартаменты, почему некоторые застройщики углукают, в частности, по Ялте уходят в апартаменты. Норма застройки апартаментов в разы проще, чем жилье. То есть нормы там гораздо упрощеннее. По машинаместам, по инсоляции, по освещенности. То есть он построил, например, сегодня нежилые помещения, в нем нельзя зарегистрироваться, там невозможно завести туда газ для приготовления пищи, завести газ для отопления, ну, кроме крышной котельни, да, то есть по апартаменту нельзя развести газ. То есть как бы это помещение для временного пребывания. Потом мы начинаем хитрить, да, мы, наверное, в целом, да, застройщиков, кто пытается... И начинают переводить жилье. Но, когда ты проектируешь жилой комплекс, ты учитываешь места в садике, места в школе, места в поликлинике, доступность, там, пешую, не пешую, как бы. И вот на самом деле мы, как исполнительная власть, мы против этого, да. То есть апартаменты, если вы строите, пускай они апартаментами останутся. Но вот из апартаментов делать жилье, это не совсем корректно. Ну, это же практика все равно есть. И за какие-то, ну, немалые деньги переводятся даже в одном комплексе. Ну, это может быть не массово. Но, с другой стороны, ком оснований, да, если изначально помещение построили как нежилое, да, и значительно дешевле обошлась застройка, да, а теперь, как бы, застройщик или люди, в принципе, не ходят. Ну, просто цена экономики жилем и апартаменты 25%. Вот, мы об этом и говорим. Так может каждый хитрить, каждый пришедший сюда. Под апартаменты нельзя жить ипотеку в строительстве, да, под апартаменты нельзя использовать материнский капитал, там, или военный сертификат. Ну, нежилое, в общем. Это нежилое помещение, которое, ну, ограничивает тебя. То есть, если это, это может быть, там, третье, четвертое, пятое жилье, ну, пятое недвижимость, но никак не первое. Вы говорили о первой недвижимости, о том, что, мол, стремимся к миллиону, да, квадратных метров в год, и действительно, потребности, они диктуют свои условия, но, а кто строить будет? Да наши, поверьте, у нас хватит сил. Крымские застройщики, потому что мы с материка, допустим, почему-то, вот не горят желанием приходить. Слушай, у нас с материка застройщиков хватает по ФЦП, я еще, честно говоря, там не видел нормальных застройщиков, ну, за исключением некоторых случаев. Пускай у нас, наши проверенные компании, вот здесь десяток действительно хороших, серьезных компаний, которые постоянно обновляют свою материально-техническую базу, учат своих сотрудников, там, соответствуют, там, тренду, и продукты вот дают нормальные, да, не буду, там, рекламировать ряд застройщиков, но мы шагаем, наши компании, застройщики шагают ногу со временем. Никто не против нашего... И самое главное, спросить же, можно с кого, понимаете, зато он не достроит, он сел и уехал к себе, там, не знаю, там. Никто не против наших застройщиков, да, но здесь... Наши двери открыты для любых, пожалуйста, пускай все заходят. Здесь момент конкуренции, да, вот если придут, допустим, другие застройщики, это, возможно, может спровоцировать, там, удешевление жилья, и, ну, как минимум, строить будут быстрее, да. Тут вопрос в том, что все трибулирует рынок. Почему в Краснодарском крае, например, такая цена в СССР, вопрос? Ну, во-первых, там себестоимость ниже 20 тысяч за квадратный метр за счет, ну, опять же, материала. Там минимальная нагрузка стоимости с точки зрения земельного ресурса. То есть земля там практически по цене сельхоз земли отдается под жилую застройку. В Крыму это там в десятки, а в сотни раз дороже, да. То есть мы когда складываем, получаем, что у нас себестоимость реально вот получается в районе там 45 тысяч уже. Это, по чем застройщику продавать, если реально себестоимость, вы же понимаете, что себестоимость в Алуште, в Патторе, там, в Ялте, там, своя специфика. Поэтому вот продажная цена 55-60 мы имеем, там, ну, условно говоря, усредненно по рынку, да, как бы, наверное. Но даже если мы начнем завтра строить больше, там, миллион-два квадратных, я не думаю, что застройщики будут работать себе в убыток. Ну, это как минимум нормальная застройщика. Ну, это бизнес по-другому, наверное, быть не может, да. Евгений, ну, а на сегодня, ой, господи, Евгений, Дмитрий, что если, просто мы втроем накинулись на Евгения, да, по сути, человек, который должен отвечать и курирует эту отрасль, да, первичка или вторичка? Что на сегодня более популярно в Крыму? Потому что смотрю по... Ну, вопрос, да, какое целеполагание у нас приобретение будет? Для чего? Если для проживания, естественно, вторичка на сегодня более популярна. Для инвестиций используется сегодня больше первичка. Ну, вторичка и не дешевле, по факту, выходит. Ну, как рассмотреть, почему не дешевле. Дешевле выходит. То есть вопрос спорный, опять же, смотря где, смотря что, смотря как. Квартира там, условно, 60 квадратов. Давайте поговорим, что такое вторичка. Вторичка это 80-е, или вторичка это 2008 год с данной эксплуатации дома, там жилые комплексы. Ну, не первичка, то есть о чем мы говорим. Уровень комплекса. Да, разные вообще там люди живут, то есть, ну, это такой вопрос очень сложный. Взять это, допустим, вторичка Сталин. Вы где хотите жить? Я, мне нравится в Крыму, я бы хотел здесь. Ты видишь, что я в вторичке? Это на любителя все, понимаете? Ну, кстати, если говорить о Джанкое, неплохой город. Мне, в принципе, Ялта нравится больше, но... Там зато два моря близко. Когда, Евгений, мы будем застраивать не только, условно, Ялту, Евпаторию, Феодосию и Симферополь вверх, да? Даже не говорю. Вширь, да. Когда? В том же Джанкое начнут строить. До, по-моему, там, 10 февраля мы собираемся с данной со всех наших муниципальных образований. Мы утвердили в прошлом году все генпланы, и каждое муниципальное образование заложило в генплане перспективную зону развития под многоквартирное жилищное строительство. Сейчас мы собираем все эти участки, и сейчас будем их либо выносить на аукционы, либо предлагать какие-нибудь площадки нашим застройщикам. Поэтому, я думаю, в этом году наша задача в некоторых муниципальных образованиях, где башеный кран видели в 90-х годах, сделать так, чтобы они хотя бы в этом году или максимум в следующем его увидели. В 90-х, я уверен, этот башеный кран сдавали на металлолом, но если мы говорим о нашем времени... Мы, может, видели, когда он на металлолом ехал. Сейчас застройщиков больше интересуют все-таки вот те регионы Южные или Приморские. Это же ликвидные. То есть мы будем ждать, пока дело дойдет до Джанкоинга? Да, мы не будем ждать. Зачем ждать? А кто из застройщиков захочет строить Джанкоинги дешевле? Я вам приведу пример. У нас, например, в этом году были у меня ребята-застройщики, они начинают проектировать комплекс, по-моему, из 120-140 квартир в Гвардейском. Да, это Сиферопольский район, да. Были заинтересанты в районе Черноморского. Да, ну это как бы такой тоже Приморский район, но я, допустим, не видел, чтобы в Черноморском где-то что-то там строилось. Ну, понятно, нефпатория. Сейчас вон ведем переговоры. Я как бы тоже в Празногорде есть, как кто-то хочет заходить под малой этаж. Ну, есть нюансы. Сейчас плюс нашими программами, там, расселение ветхого ириного фонда, на чем строительный домик раскачивать. Чуть-чуть дайте время нам подготовиться, ведь стройка начинается с земли. К сожалению, земля это там тот ресурс, который у нас невосполним. Вот на одном клочке можно построить один дом. Мы сейчас подбираем эти площадки. А что по Ялте? Какие у нас перспективы? А в Ялте земли еще меньше. В Ялте она закричивается, да? Какие у нас перспективы? Как говорят специалисты, в Ялте достаточно жилья. Хватит вам этого. То есть цели будут расти, я так понимаю. Ну, они и так, как бы, послушать. Ялте, ну, я тоже слежу, как бы, в связи с тем, что занимаюсь отраслем строительства, слежу за ялтинским рынком. Мне кажется, цена сейчас там вроде 70-80 тысяч. Я не говорю, какие-то там элитные места. Она устоялась. И, кстати, покупательской способности на Ялте больше, наверное, чем 80 тысяч нет. Господин, мы будем надеяться на то, что покупательская способность, она у крымчан будет все-таки расти, да, соответственно, строящемуся жилью. Я вас благодарю за беседу, вам успехов в работе. Зрители, благодарю за внимание. Увидимся завтра в этой же студии в прямом эфире и обсудим то, что обсудим.